Независимо от того, являетесь ли вы стойким фанатом Капитана Марвел DC, поклонником Шазама 2019 года, или просто любите Скалу Джонсона, предстоящий фильм Черный Адам наверняка порадует вас. И вот, что вам надо знать о мире, в котором живет этот сверхмощный антигерой DC. Итак, главный вопрос – кто такой Черный Адам? Во-первых, он – заклятый враг Капитана Марвел. Он живет в той же вселенной, что и Билли Бэтсон – 12-летний мальчик, обладающий способностью превращаться во взрослого героя со сверхспособностями. И неудивительно, что он намного старше своего юного врага. Черный Адам изначально задумывался как злодей вне времени, не стареющий на вид суперзлодей из Древнего Египта, который пробивался сквозь века, чтобы противостоять этому герою с целью уничтожить его. Первоначальный Адам был бывшим Капитаном Марвел, которым его нарек Волшебник Шазам. Он наделил его теми же силами в надежде, что он будет использовать их во благо, но, в то время известный как Могучий Адам, персонаж быстро потерял контроль над своими амбициями, сверг Фараона и нацелился на мировое господство. Волшебник Шазам знал, что он не может отозвать силы, которые дал Адаму, поэтому нарек его Черным Адамом и изгнал в самую дальнюю от Земли точку вселенной. Бессмертному египтянину потребовалось 5000 лет, чтобы вернуться на Землю, и к этому времени Шазам создал новую семью чемпионов – Капитана Марвел-младшего, Мэри Марвел, Дядю Марвела, короче, всю семью Марвел. Черный Адам намеревался уничтожить их, и многие из ранних историй о Капитане Марвел были сосредоточены на этой бесконечной битве. В более поздних версиях Черный Адам превратился из откровенного злодея в некое его рода антигероя. Он делает упорные усилия, чтобы изменить свой путь, и в конце концов его принимают в команду Общества Справедливости Америки, которая боролась со злом. С самого начала казалось очевидным, что в фильме Черный Адам больше внимания будет уделено праведной борьбе персонажа, нежели первоначально злому сюжету. Во-первых, Скала говорит, что он ждал подходящего времени, чтобы сыграть роль, что не было бы нужно для одномерного злодея. В интервью 2020 года он сказал, «Черный Адам был со мной уже более 10 лет, и мне кажется, что теперь человек, которым я стал, может добавить свои жизненные уроки и философию и закрепить их в ДНК этого персонажа» Если этого недостаточно, чтобы подтвердить, что история Черного Адама будет нарисована в оттенках серого, Джонсон недавно поделился концепт-артом и новостями, которые предполагают, что фильм будет склоняться к более сложной версии истории Адама. На DC-фэндом Скала дал нам четкое представление о направлении, в котором уйдет фильм. – У вас все вокруг мира сейчас смотрят, я могу предупреждать вам это, я тебе говорю, что мы будем идти выше ваших длинных ожиданий. Похоже, его Черный Адам будет надолго заключенным в тюрьму антигероем, который зашел слишком далеко, устанавливая свой порядок древнего общества. Скала также показал и других персонажей, которые присоединятся к Черному Адаму в его дебюте на большом экране. И с Обществом Справедливости Америки в истории кажется, что в 2021 году на экранах появится Реформированный Адам. Если вы не знакомы с Обществом Справедливости Америки или задаетесь вопросом, почему оно так похоже на Лигу Справедливости, то и для того, и для другого есть веская причина. Общество Справедливости Америки было своего рода ранней версией Лиги Справедливости. Оно предшествовало культовой команде DC примерно на 20 лет и было отличным примером комиксов Золотого века. Команда объединила любимых и долговечных персонажей таких, как Зеленый Фонарь и Флэш, с такими, как Доктор Фэйт и Песочный Человек. В конце 40-х для Общества Справедливости Америки наступили тяжелые времена из-за падения интереса со стороны читателей. Однако в 1960 году концепция была обновлена с новой командой, которая, как вы уже догадались, была известна как Лига Справедливости. Во вселенной они объяснили это тем, что Общество Справедливости Америки существует на одной версии Земли, а Лига Справедливости Америки – на другой. Когда позже DC решили, что их многочисленные временные ветки и альтернативные вселенные стали слишком сложными, они объединили их, и Общество Справедливости стало воплощением команды до Второй мировой войны. Во вселенной DC Общество Справедливости Черного Адама будет включать четырех главных персонажей, помимо самого Адама. Человек-Ястреб – прекрасный пример того, кем был супергерой в Спандексе на заре приключений. Он – парень, который одевается как ястреб и летает, используя свой противодействующий гравитации пояс. Конечно, даже самым простым героям, в конце концов, нужно немного больше. Первоначальный старт Человека-Ястреба показал, что персонаж изначально был древнеегипетским принцем Хуфу, у которого была фатальная вражда с таинственным священником по имени Хад Сет. Священник убил Хуфу, а также его супругу Чай-Ару. Все трое были перевоплощены в 40-х годах, когда Хуфу принял гораздо менее заметную личность бесстрашного археолога Картера Холла. Эта сюжетная линия была перезапущена позже, связывая прошлое Человека-Ястреба с прошлым Черного Адама. На этот раз он не раскопал свой бросающий вызов гравитации пояс, а нашел его в Египте, ещё живя как Хуфу. Космический корабль, питаемый этим материалом, потерпел крушение около Хуфу и был доставлен во дворе с Черным Адамом. И пускай героя убил тот же священник, сделал он это ножом, сделанным из этого антигравитационного металла, который в качестве побочного эффекта привязал его душу к Земле. Золотой век комиксов начался менее чем за 20 лет после того, как была обнаружена гробница Тутанхамона, так что на тот момент мир был одержим Древним Египтом. В результате Доктор Фейд – ещё один персонаж DC, связанный с королевствами реки Нил. Доктор Фейд начал свою жизнь как сын археолога Свена Нельсона, Кент. Во время экспедиции в недавно обнаруженную гробницу они обнаружили мумию Набу Мудрого, который быстро ожил, потому что мумии всегда оживают. Прежде чем два археолога смогли сбежать, был выпущен ядовитый газ, убивший отца Кента. Однако вместо того, чтобы оставить его беззащитным сиротой, Набу решил обучить Кента мистическим искусством, обучая его путям колдуна в течение двух десятилетий, после чего тот вернулся в Соединенные Штаты под именем Доктора Фейда. Он открыл магазин в заброшенной башне в Салеме, штат Массачусетс, и начал раскрывать преступления, используя свои потусторонние силы. Циклон – часть новой волны новобранцев Общества Справедливости Америки, как в их вселенной, так и в основной. Максин Ханкель дебютировала в эпопее Марка Уэйда 1996 года, Второе пришествие. И пускай изначально он намеревался сделать её новым воплощением олдскульного персонажа, Красного Торнадо, позже она была переработана и стала самостоятельным героем. Циклон выросла на орбите Общества Справедливости. Её бабушка была почетным следом Общества, Красным Торнадо, которая заботилась об их логове, пока команда отсутствовала. В отличие от других ранних членов Общества Справедливости Америки, она постепенно открывала свою силу с тех пор, как, будучи подростком, внезапно обнаружила, что может управлять ветром. Из-за её невероятных способностей и близости к Обществу Справедливости Америки, Циклон стала одной из первых, кому они дали место в целях развития команды. Циклон была фанаткой Общества Справедливости Америки, и ей потребовалось время, чтобы приспособиться к тому, чтобы быть в рядах своих героев, несмотря на то, что она канонически невероятно одаренная ученица и учится очень быстро. Атом-Крушитель – ещё один представитель нового поколения участников Общества Справедливости Америки. Родился он под именем Альберт Ротштейн и был крестником одного из основателей Общества Справедливости Америки – Атома. У него есть способность управлять своей молекулярной структурой, изменяя размер, форму и плотность по желанию, и все эти способности он унаследовал от своего деда, злодейского Циклотрона. Он был членом команды по борьбе с преступностью Корпорация Бесконечность, а также членом Лиги Справедливости, прежде чем его наконец пригласили присоединиться к команде, которую он боготворил с детства. Но Атом-Крушитель изо всех сил пытался соответствовать версиям героев, которых он создал в своей голове, и разочаровался в реалиях работы в команде. В конце концов, однако, он нашел в себе силы продолжить работу в Обществе Справедливости Америки, когда понял, что молодые рекруты смотрят на него так же, как он когда-то на героев Золотого века. Учитывая участие Атома-Крушителя, можно получить некоторое представление о том, куда движется фильм Черный Адам. Он является важной частью истории реформирования Черного Адама в комиксах, будучи одним из ближайших друзей бывшего злодея, когда они оба служили в Обществе Справедливости Америки. В комиксах пара отделилась от Общества Справедливости Америки после того, как разочаровалась в пределах моральных кодексов супергероев. Они устраивают переворот с помощью других этически неоднозначных сверхлюдей на родине Черного Адама, и бывший злодей быстро приступает к управлению своей страной. Атом-Крушитель, в конце концов, раздражается под властью Черного Адама, но умирает, не успев вернуться домой. После воскрешения с помощью магии он предстает перед судом за военные преступления, и после заключения в тюрьме в конечном итоге помогает Обществу Справедливости выступить против Черного Адама. Конечно, было очень много историй, и все они не поместятся в один фильм, так что, возможно, мы увидим лишь первые признаки раскола Общества Справедливости Америки. Но, учитывая, что Черный Адам будет лишь началом, впереди нас ждет много интересного. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых героев и злодеев, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!